Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня важнейшая тема про хлеб. Я расскажу вас еще следующие темы. Хлеб всему голова, так ли это? История вопроса и само название хлеб сейчас не говорит ни о чем современному человеку. Хлеб вызывает прыщи и другие кожные проблемы. Факты, лектины, глютен. Хлеб, мука и все, что делается из муки, вызывают проблемы печени, геморрой, варикоз и простудные заболевания. Почему? Ну, проращивание зерен, цельнозерновой хлеб, хлеб на закваске в русских печах и так далее. Современный хлеб и химия в зернах. Ну и в конце пару слов про куриные яйца. Что ж, дорогие друзья, смотрите, будет крайне важно, интересно и главное, это жизненно необходимо для вашего здоровья, если оно вам, конечно, дорого. Если вы не хотите летать в облаках и верить в то, во что хотите верить, а хотите знать. И тогда как-то, может быть, изменить свою жизнь, это будет совсем не сложно. И тогда у вас будет больше шансов быть здоровым человеком, прожить дольше и, главное, качественнее. И не лечь прикованным кровати в последнюю треть своей жизни, если повезет. И так обо всем по порядку. Итак, в русском народе, как и во многих народах мира, хлеб это олицетворение чего-то особенного, чуть ли не святого. Хлеб всему голова говорили. И действительно было так. Почему? Первая причина. Зерна, из которых делается хлеб, хранятся долго, десятилетиями, столетиями даже в египетских пирамидах находили амфоры, в которых отчасти некоторые зернышки прорастали. То есть, вот эта удивительная способность хранить и действительно голодные годы, неурожайные, это было спасение для человечества. Это были калории, питание и какие-то питательные вещества. Когда это растили еще без химии. Это первая причина. Вторая. Хлеб был олицетворением тяжелого физического, но очень благодарного, благородного труда на земле. И потому детей даже подзатыльники давали и били за то, что если какое-то небережное отношение, тем более фронтовики, каждую маленькую крошечку сметали со стола и еле зная о тяжелом физическом труде, о голодных годах и об отношениях, особенно после Великой Отечественной войны и блокадном Ленинграде. Это святое. Но надо правде смотреть в глаза и разобраться беспристрастно. Не правда ли? Тогда давайте идем дальше. История вопроса. Дело в том, что слово хлеб имеет один и тот же корень с такими словами, тоже древнерусскими, как похлебка, хлебать. И дело в том, что, дорогие друзья, если вы не знаете, открою вам глаза, что хлеб изначально был жидкий. Проращивали зерно то или иное, перетирали в ступах, ну как сейчас в блендерах. Потом эту жидкую субстанцию либо сразу ели, либо делали нечто похожее на квас. Кстати, еще в советские времена делали ржаной квас и многие другие виды кваса на разных видах злаков из муки. И это ферментированный продукт. Он был относительно полезным и, по крайней мере, безвредным. В том смысле, в котором мы сейчас будем говорить о свойствах хлеба и зерна вообще. Итак, хлеб изначально был жидким продуктом. Жидким. Дальше. Потом, когда-то эту субстанцию размолотую стали, может быть, это случайно произошло, лить на разогретые камни на солнце. Тогда хлеб жидкий стал твердеть, запекаться, вода уходит, некое дегидрирование происходит. И вот получались лепешки. Эти лепешки дольше хранились, они стали вроде бы вкуснее, особенно если туда добавлять стали соль или какие-то специи. Ну, а когда появились печи, я напоминаю, дорогие друзья, когда появились печи? После последних крупных оледенений в северном полушарии, это было примерно 8-12 тысяч лет назад, в разных районах, местах, в той или иной степени, стали делать печи. Этимология слова «печь» тоже, как и хлеб, не то, о чем мы сейчас думаем. Печь изначально не была инструментом для приготовления какой-либо-то пищи. Печка от древних двух русских слов «печь», то есть «греть» и «ка». На санскрите «ка» и до сих пор это «душа». И в русском языке слово «ка» всегда означало соединение с другими сложно сочиненными словами определенный смысл. Например, «друг» так и назывался на Руси «закадычный», то есть «задушевный», «самый близкий», «самый дорогой душе твоей», естественно. То есть «самый дорогой задушевный человек для тебя». Поэтому дословно «печка» — это душегрейка. Стали греть помещение, когда холодно стало. Ну а потом стали пищу готовить. Опять же, теплая пища согревала, по крайней мере, в данный момент времени, когда ты ее ешь, чем холодная, тем более в холодном климате, когда на улице минус 30-40. А работать нужно на улице, несмотря на любой мороз. Ну а потом в жидкий хлеб стали что-то добавлять, экспериментировать с заквасками, и получался более пышный хлеб, вкусный, а к вкусному быстро люди привыкают, возникают зависимости. Хлеб не только является причинами прыщей и многих других проблем с кожей, потому что я напоминаю, кто не смотрел, вот моя лекция про кожные заболевания, нейродермита, дерматита, псориазы — это грибковые поражения. Но грибки поражают вторично, когда слабый иммунитет, когда много сахара человек ест из любых продуктов, получаемых, и так далее. Вот хлеб как раз здесь этот продукт. Но прыщи — это реакция на избыточное количество в организме глютена и других лектинов. Кратко. Лектины, дорогие друзья, это такая группа белков, которые вызывают воспаление. К ним относятся посленовые, совершенно не русская, не славянская еда никогда не была таковой, и вошла в наш обиход совсем недавно, от 70 лет и до 120-150 назад. Всего лишь исторически. И то в широком обиходе только последние лет 50. Это отчасти бобовые, но не все. На Руси в основном ели чечевицу более чем горух, и там лектинов как раз меньше всего. При термообработке в русских печах они почти разрушаются, либо при проращивании. И третье — это как раз зерна псевдозлаки-злаки. Так вот, все вы слышали о глютене. Это клейковина. Вот то, что липкое. Как раз вот эту колбасу вредную, веганскую, делают из клейковины, из чистого глютена и вообще из лектинов. Поэтому люди едят это, думают, что они меньше вреда получают, чем от поедания мяса. Они сильно ошибаются. Тут только этический вопрос действительно, да, соблюдается. А для здоровья только вред. Еще худше, чем даже от мяса в какой-то мере. Потому что белки, глютен и другие лектины тоже высокомолекулярны. Они тоже вызывают реакцию антигена-антитела с образованием кадверина, потрясцинов и прочего, что я говорил в своих лекциях. Сейчас об этом говорить не буду, иначе долгое видео получится. Смотрите мои видео. А ссылки на самые главные из них под этим видео будут, я укажу. На глютен реакции организма много. От самых безобидных это прыщи, головные боли, это проблемы с кишечником различного рода, до серьезных, которые не сразу возникают. Это аутоиммунные заболевания, онкология и прочее. Конечно, это не только сам хлеб. Это все тем более хлебобулочные изделия. Тем более с сахарной пудрой, с добавлением песка сахарного и каких-то других подсластителей. Я уж не говорю про химию в этих изделиях, глазури и так далее. Это, конечно же, и всякие выпечки. Это печенье любимые, где, кстати, даже не масло, а маргарин добавляют, что, конечно же, является онкогенным фактором, поскольку маргарин – трансжир. То есть гидротированный продукт, синтетическая формула искусственная. Про это было отдельное у меня видео. Макароны и прочая гадость – это вообще дважды, трижды обжаренный термообработный продукт, где вообще ноль пищевой ценности. То есть ее вообще нет, но только огромная нагрузка на весь организм, на ферментную систему, гормональные системы организма и так далее. Это изнашивание ресурсов организма и более быстрое старение организма, что естественно. Балласт. Помните, что потребление хлеба и хлебобулочных изделий – это быстрое старение и обветшание и кожи, и всего организма в целом. Это изнашивание поджелудочной железы и не только. Потребление лектинов, а глютен, напомню, это всего лишь один из лектинов, а лектинов сотни, таких как глютен, просто об этом сильно не говорят, приводит в том числе к синдрому дырявого кишечника или перфорированного. Посмотрите вот это видео об этой теме, я там подробно тоже говорю, хотя, конечно, поясняю, что какие еще факторы приводят современного человека в современном обществе к возникновению синдрома дырявого кишечника, дисбактериозом и так далее. Это химия в быту. Это капелька любимого фэри, примытья посуды, а не горчицы и соды, как это всегда делали и было нормально, или хозяйственно мыло, по крайней мере. Все это пленочка остается, человек потребляет, получает, убивает кишечную микрофлору симбиотическую, родную нам, и возникают эти проблемы, плюс химическое воздействие непосредственно на слизистые кишечника. Это и зубная паста, и химия в быту. Все, что химию содержит, есть, конечно, биоаналоги, естественно, да, они более дорогие. А как вы хотели, современный бездушный капиталистический мир, ну, все для вашего блага, что ли? Нет, конечно, не все и не для всех. И в этом суть. Тем более, потому сейчас важно знать, а не верить. Не плыть по течению, не самообманываться, а честно смотреть на открыто на вещи, называть своими именами и понимать явления, процессы, которые я вам помогаю в своих лекциях понять. Поэтому не надо говорить о бабушках, дедушках, которые ели хлеб и ничего. Факторов меньше воздействия тогда было, хлеб был другой, зерно было другое и так далее. Сейчас мы еще об этом поговорим. Почему же потребление хлеба вызывает проблемы с печенью, варикоз, геморрой и простудные заболевания? Все очень просто, дорогие друзья, что вареные крахмалы, вареные крахмалы и глютен, клейковина. Это клей. Вся пища, видимо, на меров, когда уже расщепилась желудки и кишечники, поступает в кровь и разносится кровью в каждую клетку нашего организма. Но первым страдает печень. Это фильтры нашей крови. И эта клейковина фактически прямо заклеивает вот эти микрокапилляры крови, которые несет питательные вещества, в том числе эту клейковину, в печень. А именно в ее клетки гипотоциты. Несколько минут и клетка погибает от кислородного голодания, когда вот этот кляп встает. Это как с алкоголем аналогия про клетки нейроны головного мозга и другие клетки нашего организма, как они отмирать начинают. И вот тогда клетки печени, несмотря на то, что они обновляются часто, печень регенерируется очень хорошо, тем не менее, всему есть когда-то конец. Тем более, другие факторы воздействуют на современного человека. И часть клеток заклеивается, запечатывается. Возникает фиброзная ткань, рубцы, микрорубцы. И печень уже не может выполнять свои способности к фильтрации. А сердце качает тот же объем крови, что и вчера. Но этот объем крови за единицу времени уже не успевает пройти через печень. И тогда возникают застойные явления в венах ног, в венах органов малого таза. И тогда возникают проблемы такие, как геморрой. Это стопроцентная проблема, связанная с потреблением вареных крахмалов, хлеба и так далее. То есть геморрой, это варикозное расширение вен. А в дальнейшей стадии, когда идут уже воспалительные процессы, это трабофлебит. И стоит лишь исключить все вареные крахмалы. Рис, картошка, который, кстати, посленовый и содержит гигантское количество лектинов. Хлебобулочные изделия, макароны. Вот эту всю рафинированную неестественную пищу. То через два года максимум, а у кого-то быстрее это зависит от очищения организма, состояния организма, наличия хронической болезни и так далее. Так вот, через два года максимум человек просто не сможет физически заболевать простудными заболеваниями, имейте это в виду. То есть человек вообще не в состоянии будет заболеть простудными заболеваниями вообще. Это просто факт. Стоит лишь исключить из пищи вареные крахмалы, вот эту всю калейковину. Далее проблема с хлебом. При жарке, а тем более при таких высоких температурах, 200 градусов, более, происходит разрушение почти всех питательных веществ, почти всех витаминов. Жирных кислот, аминокислот, белки-то дентурируют при какой температуре, полная необратимая дентурация белка происходит при плюс 70 градусах. И даже если этот хлеб был цельнозерновой, с сохранением изначально вот этих питательных компонентов, то потом останется только в лучшем случае вкус. И, конечно же, калейковина. Лектины, кстати, не разрушаются при высоких термообработках. Поэтому все знают, что вот эта аллергия на глютен, у кого она есть, хотя у большинства людей эта аллергия тоже есть, просто проявляется по-другому. И есть не на глютен, допустим, а на другие лектины, которых очень много в муке, в хлебе, в зерне. Еще одна большая проблема. У хлеба гликемический индекс выше, чем у даже многих сортов шоколада, где даже есть сахар. При потреблении хлеба происходит очень быстрое расщепление на глюкозу, быстрое удро по поджелудочной железе, огромное количество инсулина вырабатывается, высокий сахар в крови нивелируется, а потом происходит падение сахара вниз. Вот и гипогликемия та самая. Потребность, значит, сахаря опять, а организм и хочет вы. Хотите, думая, что так нужно, это потребность организма, а потребность от проблемы идет. От того, что нужно восстановить этот сахар, чтобы опять эти качели инсулиновые раскачать, и вот вам удар за ударом. Оттуда другие проблемы с сосудами, с пищеварительной системой, с гормональными системами. Они летят одна за другой после этого, когда сахар высокий в крови, а хлеб очень сильно повышает сахар в крови, особенно белый, пшеничный, особенно из первого сорта высшего. И вот это гипогликемия, гипергликемия, а, соответственно, сахарные удары, гормональные удары, нарушается работа поджелудочной железы. Сахарный диабет второго типа одна из непосредственных причин зависимости. Ну и если добавим еще другие синтетические сахара, которые вы едите, что-то сладкое, томата, варенье до сгущенки, сахара, то тогда ускоряется процесс получения, заработка диабета. Ожирение, естественно, как происходит, очень просто. Повышенный сахар в крови, его надо как-то утилизировать. Гормон инсулина его проводят в клетку. Клетка использует глюкозу как источник энергии, хотя есть более лучший источник. Это процесс кетоза за счет расщепления жиров, но это два процесса, которые друг с другом работать не могут, когда в организме есть излишнее количество углеводов. Так вот что происходит, когда глюкоза попадает в клетку? Естественно, она тратится на энергию, на АТФ, но если энергии уже достаточно, организм столько в данный момент времени не потребляет, то эта энергия переходит в гликоген. Организм как бы запасает от так называемой животной крахмал. Гликоген в основном в печени, в клетках мышц запасается, и при нехватке высвобождается опять за счет гормона глюкогона, который тоже, кстати, поджелудочная железа, как и инсулин гормон. Тогда глюкогон отмыкает, глюкоза распаковывается и тратится на нужды организма. Но когда энергии и так достаточно, и запасать гликоген уже некуда, он и так запасен до нельзя, тогда что происходит? Тогда эта излишняя энергия тратится на запасы в виде жира, синтезируется жир, и запасается в подкожных слоях, и в висцеральных областях, то есть внутренних органах, что самое страшное. Человек толстеет, набирает массу и думает иногда, что это хорошо, а в основном лишняя масса – это что такое? Это не мышцы, это жир, а это плохо. Жир – это всегда болезнь. Это нарушение метаболизма, это другие проблемы, это всегда ухудшение заживления ран, это всегда ухудшение работы кровеносной системы и состояния сосудов. Помните об этом, жир – это болезнь. Жир, имеется в виду лишний жир в организме человека, в тканях – это болезнь, уже сама по себе. И лакмус других болезней организма. Другое дело – пророщенные зерна. При проращивании глютен и другие лектины распадаются, не в полной мере, но тем не менее. Вот зеленая часть растений, так называемый ветграсс, вот эти проростки, что идут от зернушка вверх, они не содержат лектины, потому что сложные белки распадаются при проращивании на простые – на аминокислоты и полипептидные участки белков. Поэтому это есть можно. Ну или порошок ветграсс, который делаются из зеленых частей той же, например, пшеницы, то есть так называемый сок проростка пшеницы. Но тем не менее, это гораздо меньше из зол, любые проростки. И потому, кстати, с чего мы и начали, ведь как делали изначальный хлеб, похлебку, проращивали зерно, естественно, проращивали, промывали, проращивали, и далее растирали, и получалась жидкая субстанция. Вот из нее-то, если делать хлеб, то есть не просто из цельнозерновой муки, а из пророщенного зерна, кстати, этот хлеб получается и вкуснее, он сложнее в производстве, тем не менее, этот хлеб менее опасный, из-за того, что там глютена меньше гораздо, и лектинов других тоже меньше, чем из просто цельнозерновой размолотой муки. Раньше мы хлеб выпекали и даже продавали в нашем интернет-магазине, сейчас этого не делаем, возможно, мы к этому вернемся, но если вернемся, это будет только хлеб из уже пророщенного зерна. И об этом я тогда сделаю отдельно видео, кому будет интересно посмотреть. Но сейчас я для тех, я говорю, кто захочет хлеб, но тем не менее уменьшить его вред. Но помните, до конца лектины не разрушаются, даже при проращивании, но во много раз меньше их будет, что уже очень хорошо. Разумеется, хлеб уж если печь, то только на заквасках, симбиотических заквасках естественных, а не на дрожжах. Это понятно, но это вы уже все, наверное, знаете, про это тысячи роликов сняты. Скоро завершаем маленький момент. Некоторые люди по глупости пишут такие вещи. Например, зачитаю письмо. Наши бабушки прожили очень долгую жизнь. Основой питания был хлеб и молоко. Ох, дорогие друзья, давайте про эти глупости больше не говорить. Когда ваши бабушки родились, не было химизации сельского хозяйства, такой поголовной. Была экологически чистая пища. В детстве они получали все необходимые питательные вещества, много бегали, солнце, вода чистая. И другая пища, очень много зелени и так далее. Все это способствовало совершенно другой, так сказать, и генетике, и сохранению потенциала жизни. Но этот потенциал у ваших бабушек был истрачен к 70-80 у кого-то, к 90 годам. Редко у кого позже. Хотя потенциал жизни человека 150 лет, и таких случаев были, и немало. Кстати, моя лекция о долголетии долгожительствия аналитические, основанные на абсолютных фактах, на глубокой системной аналитике. Смотрите, я вам рекомендую, откроете для себя целый мир. И причинно-следственные связи поймете, что да почему, да к чему. Про молоко отдельные лекции у меня есть, их очень много, где я все это подробно поясняю. Люди любят сейчас говорить разные глупости, выдавать желаемое, если действительно им так проще жить. Им хочется есть то, к чему они привыкли. Они готовы оправдать это любимое, к чему они привыкли, чем угодно, даже глупостью, даже совершенно отсутствием аргумента, а только лишь констатацией чего-то, что даже не является фактами. Потому что, если на поверку посмотреть, бабушки многие в деревнях, в том числе, умирали от огромного количества болезней и совершенно не в пожилом возрасте. Ну, а говоря о современном зерне и хлебе, я надеюсь, вы понимаете, чем удобряют, начиная от пестицидов и гербицидов на полях, что туда добавляют помимо этого. А при хранении зерна на элеваторах, чтобы мыши не ели, погибали, обрабатывают какой химии, чем? И вот это зерно, и хлеб из него вообще есть нельзя. Я понимаю, что сейчас продают, сейчас много чего продают, и вы думаете, что все, что продают, это, значит, проверено инстанциями и можно. Эти инстанции, эти правила, эти нормативы во много раз уже изменены от тех, что были раньше. Да и потом, что делать? Надо людей кормить хоть чем-то. И вот это копеечное зерно, которое сейчас продается у нас, из которого делается хлеб, извините меня, это не то зерно, которое на экспорт сейчас в наше время отправляется, более дорогое и качественное. Капитализм, деньги, ведь выгода решает все, поэтому самое качественное туда за золото, за валюту, ну а сюда к нам на внутреннем рынке остается, скажем, гадость разная. Конечно, есть исключения, есть биомагазины, где дорогое зерно, у нас есть зерно разное, качественное, органическое, это совершенно другое дело, но только лишь говоря о химии, а не о лектинах и обо всем о том, что я говорил ранее. Поэтому, кстати, вот насчет того, что выгодно продавать, мне не выгодно, вот вам пример. Я говорю, мы продаем зерно, качественное, органическое, био, без химии, но лучше его не покупать, лучше не есть хлеб. Почему? Потому что это правда. А это сейчас я вам все пояснил очень доходчиво. Помните, что муку вообще покупать нельзя. Раньше в деревнях размалывали сами на маленьких ручных мельницах и использовали вот ежедневно, и тогда меньше вред. Почему окисление меньше? Там же есть жиры, происходит окисление, а мука быстро окисляется, потому год хранения пишут, но реально столько хранить и использовать эту муку нельзя даже через несколько месяцев. нельзя. Ну, а потому туда добавляют против пролежней, чтобы не слеживалось разрыхлители, туда улучшители, консерванты и так далее. То, что вам даже и не говорят по телевизору или где-то не пишут на этикетках. Ну, а то, чем обрабатывают, чтобы она была белая, я даже говорить сейчас не буду. Поищите в интернете. Пусть для вас пока это будет загадкой и стимулом к изучению. Про то, какими знаниями обладали люди, отдельные, по крайней мере, некоторые врачи, даже в Европе. Есть мой мини-инф продукт номер один, где рассказывается про пророщенный овес, как его перемалывали, размалывали, что из него делали, какую вот эту кашицу в виде вот этого молочка потребляли и какая в нем польза. А также о том, как зерна правильно проращивать, чтобы не подцепить инфекции, которые неизбежно могут быть в любых зернах, какого бы хранения они не были. Как это сделать, все рассказано в моем мини-инф продукте номер один. Ну, а теперь, как обещал, пару слов о яйцах. Куриных яйцах, в первую очередь. Дело в том, что тема очень важная. Вопросов мне пишут на эту тему много. А можно ли есть как, что, о чем кормят кур? Вот вопрос, самый главный. Что же в этих яйцах содержится? Что это такое? Какой путь избрали птицеводческие компании, вот эти, которые производят яйца на поточном конвейере? Об этом я вам расскажу в отдельном своем видео про яйца, вред и польза. И какие яйца можно есть. Но помните, дорогие друзья, сейчас кратко, чем кормят там кур? Комбикормами? Что в них содержится? Генномодифицированная соевая мука или кукурузная. В них содержатся гормоны и антибиотики, а там обязательно в скучном пространстве возникают болезни. И потому антибиотики и гормоны каждодневно даются в пищу бедным курам. Ну а все это переходит в яйцо. Это кратко. Подробнее объясню многие нюансы в отдельном своем видео. Кто не подписан на мой канал, я советую вам это сделать. И непременно поставить нажать на колокольчик, чтобы вы получали уведомления на свою электронную почту о выходе моих новых видео. И если вы увидите по названию, что вам интересна эта тема, по крайней мере, вы увидите, не пропустите, то нажмете и посмотрите. Это логично, не так ли? И какие же выводы, дорогие товарищи, надо сделать? Хлеб есть не стоит. Вот правда, не стоит это того. Привыкли, отвыкаете. Много к чему человек привыкает. К плохому тоже, не только к хорошему, поверьте, да, это логично. Хлеб не тот, что раньше. И дело не только в той химии, которая в нем содержится. Помните о тех вредных других факторах, которые в наши дни очень сильно влияют на человека. И одни факторы усиливают другие. И возникают заболевания, которые были в прошлые времена, в пожилом возрасте, теперь уже у молодых. Много вредных факторов. И хлеб, это один из них. Помните все, что я сказал. Я советую переслушать эту лекцию. Выписать, возможно. Пошлите ее кому-то из знакомых своих. Особенно тем, кто болен. Но пусть они поймут, что это один из факторов. Стоит убрать лишь этот, а это большой пласт проблем. А по-хорошему, дорогие друзья, смотрите мои видео о здоровье, о правильном питании, о других факторах, которые влияют на наше с вами здоровье. Не так сложно изменить свою жизнь к лучшему. Дело в привычке. И привычки формируются как плохие, так и хорошие. Вот зубы чистить хорошая привычка, но это гигиена, полость рта, лишь бы паста была безвредная. Хорошая привычка. А как эта привычка вам в жизнь вошла? Дети, вспомните, они кричат, вы их заставляете чистить, они не хотят, у них протесты. И у вас есть сейчас протесты. Потому что вы не хотите менять свою жизнь и пытаетесь дешево отмахнуться. Вы думаете так, как страус в песок голову, вы проблему уберете, если отмахнетесь от нее, не уберете. Она будет действовать на ваш организм, как на биологический объект. И потому понять лучше это раньше, чем позже, и сохранить свое здоровье, по крайней мере, оставшееся. И улучшить состояние своего организма, и внешний вид будет лучше, и внутренний, что самое главное. Ну что ж, а на этом я желаю вам всего самого лучшего. Всем хорошим, добрым, честным людям, крепкого здоровья, ну а всем без исключения здравомыслия. И никогда не потакайте своим привычкам, пристрастиям, желаниям, если это противоречит разуму, логике и здравому смыслу. Будьте человеком в полной мере, то есть человеком разумным. Будьте сильным человеком. Будьте творцом, а не паразитом. Ну, впрочем, об этом другие мои видео. Всего хорошего. До новых встреч.